Ну что, друзья мои, я вас приветствую, с вами Верус, добрался я до намеченной метки, оставленной в прошлой серии, без проблем, ну там пару бандюков, ну это все мелочи, в остальном ничего интересного на пути так и не встретилось. Ну посмотрим, что здесь за сокровища. Че они нам тут обещают? Правда эта водная баба опять гадостью кидается своей. К этому-то... Всегда готовишься? Но приятного в любом случае мало. Что ты там рыпаешься? Рыпается она. Сокровища верни, тут вон даже стоит капкан зачем-то. Отличная бомба. Кераса, перчатки, нельфгардской армии. Я открою алхимию, посмотрю, вот. Северный ветер, бомба. Улучшенная против инсектуидов. И все. Маслица еще, конечно, мне бы собрать банально драконоидов вот этих против призраков, против реликтов. Здесь амела мне нужна. Аринария это семеназ. Ну, можно поставить их на отслеживание. Да. Ну, правда, только один. Если что, ну ладно. А, закрепить. Давай, закрепить. Закрепить, да, только один. Ну, пусть драконоиды эти будут закреплены пока что. Гроза, мать ее. Да, что сделаешь? Погода такая переменчивая. Переменчивая штука. Семь котов мы там были. В целом мне вот сюда нужно идти. Но сейчас по дороге пойдем, посмотрим, что за вилла. Здесь однозначно вилла. Это сад такой красивый у них. Тут любо-дорого... Да что ж ты мне, зачем? Мне общая карта не нужна сейчас. Любо-дорого смотреть. Здесь фермерство, я смотрю, процветает. Это как в окрестностях Рима. В античности, да. Куча всяких поместий. С различными целями и назначениями. Так, а это краснолюдую. Вы просто работники или здесь... А, это пасека. Как раз таки пасека. Насчет пасеки. Здесь же было задание. Ведьмачьи заказы. Медоносный призрак. И, кстати говоря, оно... Выполняется легко. Для нас сейчас не проблема. Мрачный ты, как подвал с репой. Это как раз пасека. Подвал с репой, это классная штука. Репа прям вообще... Я люблю репу. А редьку так вообще... Малинка-малина. Какое поместье дерево все. Прям красота. Приветствую тебя в медосытный путник. Проводствуется, праведствую. И, судя по всему, еще одно задание ты хочешь мне дать, да? Холлоферн Майерсдорф. К вашим услугам. А это мои сыновья. Берни, Франклин и Гуго. Очень приятно. Геральт из Ривии. Я знаю, кто ты. Я тебя по волосам узнал. Сказать по правде, я ждал кого-то вроде тебя. Наверное, дело в медоносном призраке. Я видел объявление. Все верно. Он мою пасеку опустошает. Что касается платы. Ну, давай вот так. Еще раздражение у тебя. Нам теперь с пасеки никаких доходов нет. С тех пор, как призрак появился. Может, скинешь цену немного. Торгаш несчастный. 19 монет, Сверх, прибавка. Если ты нас от призрака не избавишь, мы по-любому разоримся. Будем считать это инвестициями. Так что, рукам? А раньше ты это не считал инвестициями, да? Торговался еще. Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного... Ох, какие у них многие волосаты. Это должно быть какое-то чудовище. Может быть, дух. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений. Синие губы и не в волосах. А вокруг полно мертвых пчел. Так, а ну-ка. Да, все нормально, запись идет. Покажете мне место, где появился призрак? Идем. Прошу сюда, за мной. С чего вы вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправедных целях. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с риданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгарда. А голоса были, да? Как будто они рядом все равно находятся. Так, ребятки, давайте... Тут вот, на этом самом месте призрак убил батрака. Может, остались какие-то следы? Ага, а вот если бы из низушка да сделать ведьмака, а? Здесь покрытый ним. Холод должно быть и убил пчел. Оу! Низушки-низушки. Это у них введоносного призрака здоровенные ноги. И он очень тяжелый. Кровь учернела и засохла. Значит, прошло несколько дней. Должно быть тут погиб батрак. Низушки-то приведут эти следы. Хоббиты местные, получается. Местные хоббиты, да? Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Так, утопцы. Тут сундучочек я видел. Клин, хлам. Кто прячет такой хлам на острове? Кто прячет весь этот хлам? Так, от этого озера, говоришь, ничего не осталось. Но он и не следует. Если есть пруд, то должны быть и утопцы. Но, скорее всего, это не они уничтожили. И что-то там взревел. Реви сколько тебе угодно. Мутаген зато красный, зеленый. Эх, для полной коллекции еще синий, но синий у меня и так много, на самом деле. Так, что это хорошо, даже что его имя. Так, что здесь у нас? Здесь он не протиснется. Должен быть другой вход. А что это вообще такое? Какие-то недострои. Можно попытаться в колодец прыгнуть. А, нельзя. Предусмотрительно, предусмотрительно. Чтобы ведьмаки в колодцах не застревали. В порошной хлам. Ладно, пошли отсюда. Кирпичик. Спирт. Короче, у нас... Хоть засаливай его. Я все равно наверх предлагаю подняться, раз есть такая возможность. Что-то-то должно быть, а? Нет? Нифига. Лестница и лестница. Ну да, есть возможность залезть. Ну, это тебе ничего не даст. И здесь похоже, что какие-то бандюки обитают. Закрыто. У меня есть ключ. Пожалуйста. Отец начал строить этот дом для Берни. Но нам не хватило денег. С тех пор стройка стоит. Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку. Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери. Неизвестно еще, что я оттуда выпущу. Ну? Открыть подвал. А открывать кто будет? Серьезно, он бой уже начал. Ты издеваешься, блин. Ёптель-моктель-ведьмак. Нет? Ну что это за... Баг нехороший. Во! Закрыто. Неужели? Просто надо было кулаками помахать. Как же. Больше похож на гонщего пса дикой охоты. Откуда он здесь взялся? Вот ва тебя догонит. А, он убегать начинает? Недоносный призрак. Блин. Пошла. Ай! Ну поменяй руку, ну справа налево, ну... Он же носится тут, как этот... Шевелись, плотва. А мне как-то ведьмаки не особо нравятся. На плотве сражаться. А-а-а! О! Неужели? Спасибо. Это было предусмотрено. В определенный момент... Он просто запарился убегать. Медоносный призрак. Знак против него работает, ну... Естественно, идеальнейшим образом. Ну, тогда будем тебя гасить этим знаком, раз ты... Выделываешься... Камни свои тут... Почечные нам показываешь. Трофей. Иди сюда, плотва. Успокойся. Все прошло. Пройдет это. Так, а ты... 5% дополнительной травы. Ухи. Зачем она? Как далеко мы ускакали? А, нет, на самом деле не сильно далеко. Даже рядом оказался я с этой доской. Можно до нее сейчас и сбегать. Хотя в любом случае я в эту сторону пойду. На задание сейчас сдам и в эту сторону пойду. Торговец, торговец, торговец. У тебя по-любому ничего интересного. Сейчас мы вот этой милой женщине поможем. Что случилось? Мало того, что война, господин мой. Так еще и куры у меня пропадают. Как тут жить? Воров-то видела? Каких воров? Чудовища. У меня курочек похищают. На обычных грабителей я бы сама управу нашла. А с такими что сделаешь, а? Я могу этим заняться. Разумеется, не бесплатно. Но за твои годы я сделаю тебе скидку. Торговец такой бесплатный. Был по мне одна. Что так, что эдак с меня три шкуры сдерешь. Ну что поделать? Другие-то на помощь не спешат. Куры начали у меня пропадать. Неделю как. И все по одной забирают годы. По одной? Интересно. Они оставили какие-нибудь следы и чудища эти? Отпечатки лап волчьих. Но странные какие-то. Будто волки на двух ногах ходили. Оська и Штейгера. Помник такой. Говорит, что напутала я. Только мой старик был на всю округу лучший браконьер. Так что лучше меня мало кто в следах разбирается. Понимаю. Но все-таки я бы сам взглянул на следы. Пропавшие цыплята. Что там за заказ такой сложный? У меня даже без уровня вообще дополнительно. Судя по всему, чисто диалогом дело и закончится. Волчи следы все так. Хотя... Что-то здесь не сходится. Ну, волкалак какой-нибудь мирный. Может, в этот раз хотя бы не убьем волкалака. Очередного. Шледы маленьких ног. Интересно. Хотя нет. Похоже, если волкалак, то все-таки ребенок. Да. Вот он. Петрусь осторожно. У него меч. Это солдат. Мы живыми не дадимся. Я ничего вам не сделаю. Так зачем пришел? Тебя прислал тот капитан с черными усами. Я не знаю никакого капитана, а пришел я по следу монстров, которые таскают кур. Столько шума из-за пары тощих курей? Эта хозяйка их совсем не любила. Кричала на них. И вид у нее, как у ведьмы. Что вы делаете одни в лесу? Где ваши родители? Их солдаты схватили. Мы переходили реку, но нас заметили. Мы бежали. Но у тядьки и мамочки были мешки. Они нам велели бечь. С той поры вы живете одни в лесу? Ну да. Здесь чего-нибудь найдем, там чего-нибудь стащим. Ничего, живем помаленьку. Откуда взялись волчьи следы? Тядька как-то добыл волка. И дал нам по лапе на счастье. Мы их под башмаками и привязали. Ведь волки же крадат кур, правда? Да, только по одной очень редко. Хе-хе-хе-хе-хе. Вы живете тем, что обкрадываете других. Это плохо кончится. Лучше попросите помощи. Это у кого же? Кому мы нужны? Мы заберем всех кур, а потом пойдем глубже в лес. И трусь говорит, что мы будем охотиться, одеваться в звериные шкуры, построим шалаш из листьев и... и никогда не вырастим. Последнее больше всего похоже на правду. Берегите себя. И помочь им никак нельзя? Ну ладно, а ну-ка сейчас мы этой... предложим... взять шество... над ребятней. Так жизнь, ведьмак! Я нашел в лесу в Атагу детей. Это они крали кур. И что ж, дети эти верхом на волках ездили? Не было здесь никаких волков, просто это очень ловкие дети. Если они хоть чуточку соображают, пускай теперь держатся подальше от моего курятника. Приюти их, и они перестанут красть. Красть может и перестанут, но кормить-то их надо. Очень мне это нужно. Ну, ладно. Я подумаю. Все, задание выполнено. Может, сюда еще заедем? Надеюсь, ребятня будет тут. Так, пошли. По дороге Петя шел. Пасеку слегка еще раз я нашел. Получилось? Ты прогнал призрака? Ваш медоносный призрак был гончим псом дикой охоты. Во имя вечного огня. Так значит, у дикой охоты даже гончие есть. Недели две назад я проснулся ночью и увидел, как дикая охота мчит по небу. Должно быть, пёс тогда и отстал. Вернуться он не смог, вот и затаился на брошенной стройке. Это не возместит вам потери, но хотя бы новых разрушений не будет. Спасибо, спасибо, ведьмак. И все-таки мастер, это мастер. Все, с вами приятно иметь дело. Матери, мать, 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 ребята, возвращаемся. Завтра нас ждет трудный день. Добрый день. Вся работа, работа. В общем, 49. Это, по-моему, круглую сумму ставил. Так, тем не менее, я не смотрел, что там в разрушенных этих подвалах было. Надо туда заглянуть. Если дверь нас пустит, она может опять сказать, не пущу тебя я туда. А еребетня здесь, кстати, сразу. Ее я даже не видел. А нет, тут вообще ничего нет. Просто заморозка всего подвала. С еребетней можно попытаться поговорить. Мне мама не позволяет. Раз, два, три. Беднень в глаз, смотри. У меня этих кукол, на самом деле, мог бы тебе и отдать, но... Такого варианта нет, к сожалению. Такого варианта даже не предлагают. Отдай ребетня куклу. Порадуй девочку. Увеличь свою карму. Как в фулауте, да, так? Мелочь. Карму увеличиваешь, увеличиваешь. Три док-найт потом тебе... Поет песни, восхваляет тебя. Практически как лютик по радио. Только... Не надо. Не надо уповать на вечный огонь. Здесь он как-то... Дымом отдает хреновым. Так, а заданий нет. Приглашают торговцев к сотрудничеству. Там лютик, что ли, был? Уроки Нельфгардского. Че, у вас ни у кого заданий нет рядышком? Че ж за деревня-то такая? Ладно, хоть отметки появились. Об этом нам сказали, и то хорошо. Отметки есть, уже приятно. Отметок, правда, мало. Но пойду вот сюда. Это та, которая появилась как раз отметка. И че ты там встала? Со свиньями рядом. Хорошо устроилась, плотно. Че, нашла родственные души, что ли, там? Свинарники. Тыкс. О, здесь место силы. Место силы это очень хорошо. Давненько мне оно не попадалось. Угу, с места ты фиг. Перепрыгнешь, да, ведьмак? Угу. Магия это место силы. Магия это место силы. Следующая точка. Она тут недалеко. Какой-нибудь лагерь бандюков, либо логово монстриков. По заданиям, если сыр и темные дела посмотреть, оно еще далеко. Так что, наверное, даже сбегаем вот сюда для начала. Пробежимся, посмотрим, что здесь. Может, еще какое-нибудь задание на дороге будет. Через лес можно, правда, срезать вот здесь. Так будет. Так будет веселее. Скорее всего даже. Хоть на дорогах попадается... Нет-нет-нет, лют, который задание нам выдает. А в лесах ничего такого. О, бандюки. Да шо ж ты не уворачиваешься теперь. Где там третий? Он забыл? Ну что, товарищем помочь немножко посражаться. Гвардейца чертежся, это фигня. Так, ну пей водичку. А вот тебя никто даже закапывать не будет. А вот убить и обобрать это да. Все, лагерь бандюков зачищен. В итоге здесь все вопросы закрыты. Ближайшие. Двигаемся теперь. Можно вот сюда заглянуть для начала, да? По твоей, иди сюда. Давай, давай, давай. Шевелись, родная. Ты расстался тела уже. Посмотри на круп свой. Огромный. Не призывал тебя так долго. Ты вон на думах всяких. Бездействовала, не двигалась. Жирочек поднакопила. Кто сеет гречку сбросом, тот ходит волной мозгой. Тих. Ну, все, все, все. Но не скажи, гречка как бы практически на вес золота. В определенные моменты. Мужички бегают потом так. муравьишки. Наркоту подсыпает. А все, чем жалко нельзя. И че, это хорошо, что ли? Я понимаю, что Нильфгард по-своему плохо. Реданцы вам по-своему выделяются. Ты думаешь, это сделает волосы белыми? Такими белоснежными? Нет, конечно. Мы пользуемся только лучшими красками. Какой-то объект вообще ни к чему не обязывающий. Ну и менее, и менее. Отметка появилась. Это уже хорошо. Уже как бы сюда не зря я, наверное, зашел. Только ради этого. Бегом сюда, плотва. Не застревай только. Я пока поставлю метку на следующем нашем пункте. Это будет вот здесь. Хотя нет, вот-вот здесь. Вот-вот здесь. Потом зайдем с этой стороны. А потом заглянем. В этой деревушке не были. Можно и туда заглянуть, и в эти домики. И сюда, а потом заглянуть. Ну, такой-то небольшой крюк мы сделаем. Петлю мертвую через верх. Мертвую петлю через верх. Слишком тут обширные получается территории на востоке. И на юге, я бы сказал бы, на этой карте. Где ничего толком не происходит. Строжевой пост, на драконьей долине. Здесь какой-нибудь сейчас выскоуровневый монстр будет. Скорее всего. И объект. Ну да, Виверна офигенская. Вот. И объектик. Серьезно? Ага. Здесь логово чудовища. Все, я тебя услышал. здесь вариант спрятаться. Ну, практически получилось спрятаться. еще один петушара летает, но это их логово. В целом, шанс разрушить есть. Хоть она охраняет вход здесь, и он прям вот исключительно здесь сидит. такое ощущение, что специально сделали его туда забегающим. Чтобы так вот я не читерил. Он даже взлетать не хочет. О, давай побегаем. Давай побегаем, побегаем, побегаем. За мной, за мной, за мной, за мной. Вот, красавчик. Оп. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты крылом там потише с вами из машинок. Драконидов надо его уничтожить. Самих Драконидов мы убивать не будем. А вот гнездо с удовольствием. Ляпота. Это было грустно. Это было очень грустно. Я даже не успел пробел нажать. Эй, платва, я надеялся, как Д'Артаньян запрыгну на тебя, и мы поскачем вместе. Платва стояла просто так, знаете, ведьмак, когда шмяк, платва так презрительно, таким взглядом презрительно так на него и дальше травку свою жевать. Ну, хорошо, когда заходил, сохранился. Гнездо Драконидов надо его уничтожить. Все, не переживай, ведьмак. Все прям вот тип-топ очень хорошо. Я хотел прокачать тебя вот здесь, вот этому навыку. Блин. Собака. Облутать в этот раз я не успею. плотва, блин. Треклятая ты плотва. Такую операцию провернули. Такую операцию провернули по ликвидации этого гнезда, но его-то я ликвидировал, да, его я успел ликвидировать. Можно перезагрузиться попытаться. собака приземляется. Плотва, да иди ты ржешь там. Существо-то не недостойное. Вот, вроде бы принцип повторился, но осталось там это чудище. Зачем ты меч достаешь? Не надо, не надо, не надо. А нужно нас атаковать не будет? Сейчас прям будет. А вот не будет. Хи-хи-хи. Ну что, еще раз? Погнали, плотва. В твоих же интересах это делать быстро. Трея. Предательница, а? Мало того, что смотрела презрительно, когда мы падали, так она еще и прям в пассиму сбросила, а? В сговоре с этими чудовищами, которые по уровню даже неизвестно какие. Хрен пойми и какой у них уровень. Ну их можно назвать просто бешеный короче, плотва мы без тебя. На своих двоих медленно, но уверенно мы зато точно дойдем. В этом можно быть уверенным. Сейчас по дорожке пройдусь тут. Медленно, но зато точно будем живы. Зато точно будем живы. драконья долина. Так вот мы прогуляемся, напоминает мне чем-то это лихолесие. Как-то даже гуляем, свежим воздухом дышим, наслаживаем. Так, я думал за дерево там что-то есть, это тень просто. Погодкой наслаждаемся. Дворец какой-то на горизонте, вот как раз таки уже видим. Выходим на дорогу большую. На Ривенделл даже немножко похоже чем-то моментами. Ох, а скрипучий, тут уже никто не живет, судя по всему. Заржавело прям как призраки. Словно призраки заскрипели эти ворота. Через забор не перелезть. Ох, нет здесь не будете открываться, нажаль. и нигде метка не поставилась в этом объекте. Ну тут несколько дверей, судя по карте должно быть. Несколько ворот, несколько подходов, несколько дворецких я надеюсь будет все-таки нас встречать. Пусть призрачный, пусть хоть какие. И судя по всему в этот никак не попасть в дворец. пролом тут какой-то есть. Но нет, не залезет. Ворота все перекрыты. Заросли. Единственный путь, наверное, этот как раз таки те ворота, которые скрипели ужасно. Но чтобы пройти дальше, нам нужен ключик. без ключика мы ничего не сделаем. Сюда мы еще вернемся. Мы вернемся сюда. Короче, практически уже полностью отбежал, но ничего не нашел. Ладно, идем тогда вот сюда. Посмотрим, что здесь. не все ж так безлюдно должно быть тут. Люди монстры. Монстры люди. В Скайриме, кстати, так вот не воровал объекты, не убивая охранников, скажем так. Не зачищал их сундуки. Резиденция Эвереков. А здесь приходится порой. И что? А, вот есть люди в резиденции. Даже просыпаются, но общаться не хотят. нет, нет, просыпаются. Это уже хорошо. Можно зайти, но сейчас вот, ну, был здесь и не заглянул наверх, ну, как-то, а вдруг тут, нет, как минимум, сейчас туда не пустят, в любом случае. Так, платва, ну, пошли, все. Тебе пора худеть, кардио тебе прописано. Давай, давай, давай. Набрала ты вес. Мы сейчас с этим будем бороться, делаем. Давайте сразу, сразу к доске, а потом по кругу. А потом по кругу вокруг озера мы уже сбегаем и посмотрим с другой стороны, что. Может, там как раз сразу и поставить. О, гнездо чудовищ. Причем накеры такие, что в эту часть карты, судя по всему, вообще не суйся. Сейчас. Они в масках такие накеры. Шевелись, платва. Хоббитон. Вперед, платва. Шир Пэггинс. Они там, они там. Ну и все. Уми там закончилось. Так. Метка, метка дальше. Тут пока ничего такого. Вот она доска объявлений. Рядом сразу и путеводитель наш великий и могучий. Что, заданица есть? Одно задание есть. Молитва. Работа. Быстро увели мне. Быстро налили. Опасность. Не приближайтесь к деревне Хедель. Беда. Гигантские пауки опутали сетью окрестность деревни Хедель. Пауки размером с пол сарая. Голодные как волки и жрут не мух, а людей. Что в целом неудивительно. Если это объявление попадается на глаза кому-нибудь какому-нибудь убийце попадется. Пожалуйста, приходите. Награду не заставить себя ждать. Ну, это метку скорее всего только поставит людильщик. А вот заказ. Пропавший ученик. Люди добрые. Мой ученик Фолкерт бесследно пропал. Я ужасно волнуюсь. Если кто разыщет Фолкерта и приведет его назад, в благодарность я буду рад вручить тому приличную сумму Новиградских крон. Если вы заинтересовались, приходите в мою хижину под Оксенфуртом. Если вы заблудитесь, спросите любого местного где живет Равник и вам подскажут путь. Оксенфурт это в принципе рядышком будет, если он где-то с этой стороны так тем более. В любом случае он вопросы понаставились теперь. Вот. То есть мы теперь эту часть должны будем зачекать вниз. Не пойдем. Вот эта петля затянется. Вот она доска ключевая, которая здесь должна была вопросиков понаставить. Опустевшая селение накеров торговец. Как раз круг почета здесь делаем еще. По заданицу сыр откладывается. Там все равно опыта не получим. Сыр откладывается. Мы вот здесь опыта не получим. И ничего страшного. И ничего страшного. Ведьмачья школа кота тоже где-то здесь кстати же должна быть. Туда я не доберусь сейчас. Мы практически туда отправились. Мы уже были на полпути. Но я заглянул на эту доску и все. И пропавший 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 брат. Это не то. призрак кровопица с риданским офицером дом привидения лихо лесное. Дополнительные задания. Высшие ставки мечи вареники. Ну это задание мы выполнили. В принципе можно будет заглянуть. А где ты портной? Давайте сразимся с этим портным. он так-то чемпион здесь без малого да? А я прям возле метки если что смогу быстренько и вернуться. Сейчас мы на кулаках там сразимся и сюда вернемся. Как раз мечи и вареники тоже выполним. Продадим ему хлам. Может что закажем получше. Там по идее мечи уже есть которые будут больше урон наносить без следа. Подожди без следа выскоуровневое задание. А вот он дополнительно 32. Офигеть да. С ноги? Подожди тут драка идет. А ну да. мясник. 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 он одолел самого сержанта. Говно этот ваш чемпион. Что все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном как этот эльф. Нет я первый. Знаешь почему меня называют портным? Я раскроил немало людей вот этими вот руками. Я знал что ты расскажешь какую нибудь говенную историю. Погнали. Играем по кругу. пришел сюда драться с портным так что начнем. Жители Новиграда через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну ка иди ко мне. Дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Да ты видишь ее уже сшивали несколько раз. Что вы сразу начинаете так? Еще загрузка толком не прошла. Ах ты от него не уходит. То есть ему максимум двушечку. Хорошего понемножку. Двушечку и все. и то он на двушечку отвечает. Ну да он вон нет нет отвечает но способность моя меня спасла. Блин ловит на контратаках смотрите классно. Ему вообще один ударчик все отбил пошел нафиг. Вот и все. Вот и все. Так потихонечку этот второй шанс мы должны использовать. пляшем оп пишут что там очень высокий сложный сильный ну и не таких мы побеждали ух ты на встречных как друг друга давай 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 ух ты тп тп оп уходим танец танец просто КПР оп с ноги только нельзя кричал кто-то с ноги ему с ноги но нельзя а вот тебе можно да чтоб тебе ведьмак ты че к нему спиной повернулся вот сейчас уворачивался он так давай 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 это для накалки страстей было сделано хватит болтать к бою так да уйди ты блин ведьмак застрял у еще одну дыханец открылась нам дурден больше не чемпион с этой минуты титул принадлежит геральту а если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить в велене и на скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать там там да конечно когда он запутывается в текстурках здесь ведьмак это вообще жестокая штука чё портной не хочешь пообщаться больше да понимаю может чё новое появилось неохота сейчас читать вестник огненных заданий так нам нужны вот эти вареники отлично варенички нужны и сейчас умение персонажа все нормально я их прокачу уже платва ко мне зайти к хаторе позднее чтобы узнать закончил ли он клинок та чё ещё не ещё не позднее чё мне поставить подождать что ли тебя на колени перед ним а ведьмак пошли мы уже в городе дрались делали всё что могли практически неубиваемый ведьмак сейчас с этой способностью ну это платва и простительно она по габаритам уже не проходит здравствуй эйвор здравствуй во-первых покажи мне свои товары начнем с этого пока что ты так понял меч не сделал но я переживу еще этот момент ремесло арбалет школы кота но 29 левел офигеть конечно до него еще качаться и качаться гвенель серебряный меч школы грифонов ну тут в общем 18 левел только ну 16 мастерский если смотреть его до до 18 15 ну по школам только 18 улучшенный вон ничего такого короче да чинить все нужно все чинить нужно разбирать пока не нужно для разбора меч готов мой меч уже готов а отлично вот это всем мечам меч действительно стоило ждать спасибо эйвор это тебе спасибо за все меч из обрезков прощай будь здоров будь здоров не кашлей давай сейчас поточим оружие наше и посмотрим что там за клиночек ты предложил мне меч из обрезков стальное оружие чуть сильнее дополнительный урон при критическом ударе ну согласен это это очень хорошо помогает мощь знаков увеличивает предметы из комплектов но тут видите еще нет эффекта чтобы получить бонус улучшить снаряжение до гроссмейстерского уровня то есть соответственно я могу сейчас использовать этот меч из обрезков пока что гроссмейстерский уровень пока еще не светит до сундука надо сбегать сбросить некоторый этот хлам да и наверное зайти продать сейчас бронику все штука а если рисковать а если рисковать так тоже есть риск потерять усе что только можно да бандиты на улицах ужас ужас так давайте бронник здесь давай до утра уже дождемся он должен здесь объявиться очередной приблудой тут их бронников то двое в городе а покажи мне покажи мне свои покажи мне свои товары я тебе продам хотя ему денег не хватит вот ему нужно было сейчас все ремонтировать отдавать стальная пластина требуется ингредиенты медная руда железный кристалл дымка руда требуется изготовить предмет пластина пластина серебряная руда пыль у меня это всякое много слиток темного железа авось пригодится так по очереди одно и то же собираем просто ингредиенты разные смола пусть будет шкура укрепленная кожа эхетиновый панцирь пока она мне не особо нужна но соберем а ты тоже по мечам кстати мастер же ты тоже на самом деле так-то по мечам но да ладно лавка уже закружилась продаю тебя идем к другому торгов здесь есть на площади еще один может что интересное в городе появилось за это время вроде бы тихо и спокойно ничего охотники я слышал меч какой-то вытащил кто-то вытащил меч как не откладываем бронник иди сюда я тебя чуть не пропустил покажи не зажива денег у тебя как раз много прям очень много тебе хлам продавать не будем все то есть теперь уходим идем к ящику собираем хлам в одном месте дальше так а ну-ка а не откладываем на завтра покупаем все сегодня вроде бы в городе никаких заданий нет случайных неожиданных там никто ничего не выкрикивает никто никто нигде тут не паникует до нас не зовет а защите не просят даже обидно на карте тоже я не заметил восклицательных знаков могли бы посуетить ведьмак вернулся торговец вот здесь оставьте его в покое а ты еще кто такой шпик из храмовой стражи я любитель мира и порядка тогда ты ошибся городом это вы совершаете ошибку оставьте его в покое а если нет я новый меч испробую ну хотя вот тут можно уговорить их с этого человека вы ничего не получите его лавка тонет в долгах ты прав да он и по виду на ничего смахивает я бы попросил и что я к нему прицепился наше почтение до свидания пойду почищу зубы тоже ведьмак его попросил об этом похоже иди мир див уважаемый и не гуляй здесь больше так и сделаю благодарю за помощь господин сил нет ты а он же отмечен был как купец он же был отмечен как купец его можно было что-то продать купить нет купи продай 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 купи куда пойдешь это твой дом мне так надо вздыхать я тебя спасал из того что ты торговец и я повелся на этот значок вот и оказывается так фуфляжник фуфляжник недобитый короче жалко жалко так ну что рубашечку тоже складываем это все пока что загажник отправляем естественно большие сумки можно на самом деле тоже оставить они сейчас не сильно нужны здесь что урон серебром ну пусть останется урон серебром урон серебром пусть останется здесь мы все убираем трофеи также пригодятся вещь барда можно очень дорого продать ну поставим деликатес для троллей такая фигня может пригодится на самом деле мне кажется в любой момент а вдруг вот так вот хлоп а у меня голова есть представляете ну кто-то представляет а кто-то нет кто-то знает наверняка да шалом-шалом шалом-шалом так тут все хорошо я-то думал что сейчас еще с этим торговцем зарубимся в карты так-то будет знатная у нас игра еще одну карту получим ну может я неправильно выбрал может их этих ребят заколдовывать не надо было на чтобы получить бонус сей замечательный но возвращаемся к нашему путешествию по северо-восточным землям посмотрим что здесь за деревушек а что здесь можно найти в этом доме никого не заперт молодцы водички куда ты торопишься я бегу я внут ты внут ты внут крестьяне все у вас тут тихо спокойно деревушка имеет это какая-то знаете деревушка из астерикса обеликса напоминает все кажется в итоге здесь небось не так просто вампира укрывают или еще что-нибудь в этом о записке карта это ж про нее мне писали корова да мне ж про эту карту писали пойди возьми и говорит бегом торопись ну я по пути как будет так заберу а вот она она которая не отмечена карта ну вот наткнулся случайно но наткнулся но я в любом бы случае на нее случайно так бы наткнулся так вот эту подушку чекать пока нельзя не знаю почему но нельзя а что за корова у нас тут корова чё она дает я хочу почитать про корову призвание мстителя когда эта карта уходит с поля боя она призывает на свое место новую сильную карту отряда карта мстителя давай особенно нет обычная то есть это обычная карта мы убираем давай ну уж да у нас с кейрой там есть общие дела так что кейра останется пока что мазаная так что пусть будет пусть будет пусть будет пусть будет пусть будет тут какое-то дело нам еще постоит открыть раскрыть и узнать ща 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 не шипи а то сейчас так пошиплю шипелка отвалится приятно с вами так пообщаться да вы умеете сделать комплимент но никого нет с кем можно поговорить даже вот этот явнуть прочхайся фосфор тут по-любому что-то будет ну ныряй 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 нет нет никакого даже я не вижу сундучка или пещеры в которую можно было бы заплыть то есть тут дамба и все вылазь почему здесь никого нет и че это за подушка которую я зачекать не могу тогда кто мне должен дать это задание ну-ка еще раз попробую может как с этой с гончей да там нужно кулаками махать рядышком мы тогда сможем понять для чего эта подушка нужна нет нет не судьба ладно к подушке вернемся к подушке вернемся попозже здесь деревушка большая а проку пока что мало задание нам никто не дал предлагаю сначала сюда в лес бегать под сейчас так прибежала с нужной стороны давай 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 родная так а может здесь на какой-нибудь мельнице вот этой водяной нам люди добрые расскажут что-нибудь там опять кто-нибудь будет ломиться в дверь сковородой угрожать ну худой не самое страшное еще но пошла никого никто даже не откликает нас не зовет не призывает на помощь мол мил человек подойди да ускоряйся плотва ну что ты так медленно здесь ходишь как будто это поселение не знаю огромное как будто мы в городе сейчас быстрее вот вот только быстрее она скакать не стала красный рыцарь не 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 Ну платва, ну ты Вот честное слово Вот насчет платвы Слов не хватает Бежать она не хотела Прыгать тоже сейчас через канаву Ну просто отказалась Она встала перед ней и нас сбили Ну прикольно, какой-то красный рыцарь появляется Аж любопытно стало Что это за красный рыцарь такой Состоящий из толпы Так, колода у нас С коровой же уже Да, все, отлично Колода уже с коровой Вопросительный знак, этот значит чекать смысла нет Это вот они как раз таки Эти ребятки И здесь этот регион Как прям кишит Выскоуровневыми созданиями Короче на платву забьем Она подводит больше Так, на острове пока так ничего не вижу Вдоль берега пройдем Пробежка тут Жест, я понимаю, по полной Чую топцы, смотрите какие Люты Тут все в округе такое лютое Похоже То есть В эту часть карты, мол, не суйся И еще преследует Ему пофигу, что уже далеко от воды Да, ну Вот ты любишь всякое Поджигать Когда не нужно Читаем Дневник Визитов Радомира Дневник Дневник окровавлен И порван Последнюю страницу Почти невозможно прочесть С очередным визитом Пошел я в деревню Броневцы Что около озера лежит И что же я там застал Закоренелых безбожников Кому до дома Вечного огня и дела нет Спрашиваю Что ж у вас часовня досками забита Отчего кладбище бурьяном поросло Они мне на это что духи И что проклятие пало на освещенную землю Говорят, что старая старостиха от богатства с ума сошла Ей, фрагмент неразборчив Со времен этой трагедии часовня проклятая Никто туда заходить не отваживается Посему ничего мне не осталось другого Как доказать этим дубинам стейросовым Что они чепуху угородят Забрал я у них ключи от склепа И пойду сам С факелом вечного огня в руке Проверю, что там странного делится Гроза, мать ее Ага Ну, судя по всему, здесь тоже будет Сейчас эта часовенка С лютым уровнем Без следа Без следа, без следа Школа Часовня, я что-то не вижу тебя Улучшение Снаряжение кота А, вот проклятая часовня Да, 36 уровень Проклятая часовня Синим цветом даже написано Это из дополнения Да, все эти вот Как раз таки заданец Из дополнения Но не суемся тогда в это дело Может быть только знак Вот, отметка тут Нет? Нет А жаль Я б не против, чтоб тут отметки Постал Вот они призраки С офигенным уровнем И через стену Сейчас я не перелезу Так что по прямой бежать надо Так что бежим по прямой Забегу вот сюда Наверное Потом пойду вот сюда Но если там все такое же лютое будет Я вопросики эти чекать Тут не стану Пойдем южнее Там Хотя бы вон О, верхняя мельница И здесь Из дополнения На какие-то торговцы И всякая другая приблуда Интересная Переявить Ай, найдется дорогой Слющай Всегда тебя рад видеть Хм, это да Значит это лагерь первооткрывателя И философа Разумеется Я хочу Изучать ваши обычаи Обмениваться знаниями Торговать с вами Так, что ты расскажешь Пожалуйста Расскажи мне о своей родине Конечно, если у тебя есть время Если у тебя оно есть О своей родине я могу говорить часами Пока ты в силах слушать Земля Которую вы зовете Афиром На самом деле Дом для многих стран и народов Афир Это бескрайние степи Неприступные горы Чистейшие озера И непролазные чащи Это Павшие империи Царства в зените славы И племена Не знающие царей Но хранящие сказания о временах Когда мир был Молот А из каких мест родом ты сам? Я из города Чьи чудеса затмили бы Золотые башни Нильфгаарда Это отчизна философов Врачей Математиков И чародеев О них лучше расспросить Моего друга Ведь он сам Мастер Рум Я его расспрошу Ча доберемся мы до этого Мастер Рум А ну-ка взглянем на твитары Могу я посмотреть Какие товары Вы привезли из афира? Оооо Афирский ятаган Магический предмет Шанс критического урона Ну он не сильно дорогой Но использовать я его сейчас не могу Афирский кафтан Арбалет Здесь Афирские шторы Шоры А кстати Объем сидельных сумок Сотка А у меня по-моему меньше Сейчас Черная жемчужина Янтарь Ну покупаем конечно Тьма Ну Двойник Дальнобойный Короче покупаем А там разберемся по ходу Франциско Лидер Лидер чудовища Лидеров купим Афирская сабля Чертеж легендарного оружия стального Тикс 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 плотва Ну сейчас спросим Чего не узаконит Там хороший Ах Нравится ли тебе мои товары Даже очень Я мог бы тебе предложить настоящее сокровище Если бы не потерял свои чертежи Как ты их потерял? Меня обокрали Однажды в дороге на мой отряд напали местные разбойники Я оплакиваю не столько чертежи Сколько потерю друга Которого они убили Я попробую вернуть тебе твои чертежи Тут 30 левел нужен Нет, и сработанные по этим чертежам достойны королей Ты помнишь, где на тебя напали? У перекрестка дорог, неподалеку Прости, я плохо знаю округу и не могу указать точнее К северу от того места были руины какого-то имения Думаю, я справлюсь До свидания Рано Рано, ты прощаешься Хороший жеребец О, да Бальбека Мой верный друг Он мудрее многих людей Мы выиграли множество скачек Так ты не только исследователь, но и наездник А в наших краях даже маленькие дети ездят верхом А конные скачки Любимое развлечение Я наслышу на резвых афирских жеребцах Не хочешь ли устроить состязание? Наши кони стремительны, как западный ветер И я с радостью это докажу Будем состязаться Прямо сейчас? Прямо сразу? Ну да Так, мне инвентарь больше нужен сразу Пока я не забыл А, подожди, плотва Сумки А, сотка такая же Такая же в принципе сумка Только у него Так еще не подешевле Тревога лошади Ну можно заменить на самом деле То это двадцатка висит А лошадь он меня подставила уже несколько раз Ну погнали Не щажу Так далеко его Ооо Монстрики Повылазили То есть слишком его Не отпускаем Пусть он Под хвостом у нас Тормозит Нет-нет, порой Вот так вот Все Давай-давай Показывайте, на что ты способен Дорогой Показывайте, на что ты способен Оф, ты тут всякие Козы Блин Давай-давай-давай Чуть-чуть осталось Давай, плотва Пошла Давай-давай-давай-давай Плотва, родная Вот и все Подержи Эфирские жеребцы быстры как ветер Но мой конь ни в чем не уступит Поздравляю Прощу, прими это седло в награду И на память о нашей гонке С ним ты сможешь скакать еще быстрее Ай, спасибо, дорогой Показываю, как тебе новая одежка, плотва Сразу прямо оделась Как ты относишься к своему коню Многое о тебе говорит Один из наших мифов Рассказывает как небо и степь Испаливая так смотрит И от их любви родилась кобыла А, люди тогда были слабы И страдали от разных бед Кобыла кормила их своим молоком И люди стали сильны А затем позволила оседлать себя Как люди стали воинами Предание учит нас уважать коней Благороднейших из животных Красивая легенда Спасибо за нее и за состязание Ну что, сейчас эти шорочки Наверное купим Шторочки, закроем ей глаза Хочу взглянуть на твои товары, дорогой Могу я посмотреть, какие Сумки уже покупать смысла нет А вот офисские шоры Ох, карта Подожди, я же покупал ее Как так? А начать у тебя каждый раз будет тресаться что ли? Пусть будет все До свидания Да славится вечное дело сотворения мира Будь здоров Пить и здоров Кстати, надо будет ради интереса Сейчас еще раз к нему подойти, заглянуть Вдруг он снова продаст мне эту карту Так, энергия 85, тут 50 Естественно, уже из дополнения седло получше Тревога, соответственно, тоже Можно было бы сумки заменить, чтобы они соответствовали Да, внешне Но пофигу на них уже По большому счету Так, хлам тебе вот некоторые продать Заодно как раз нужно будет Как выглядишь, платватер? Шикарно? Шикарно Богиня Богиня просто Рад тебя с ног Давай взглянем на твотуары еще раз Могу я посмотреть, какие-то? Не, ну ничего не появилось Это хорошо Так, вроде бы все тебе это продали Шмот платвы Теперь немножко шкур местных Ознакомился с местными шкурами Ну, в плане волка, да, медведь Естественно, вот свиная шкура Какие еще шкуры бывают? Кроличьи, вот Вот, вот все правильно, да Именно это я имел ввиду Так Прощай До свидания Да славится вечное дело сотвори Тебе тоже удачи Удачи, мой друг, удачи Тут есть что-нибудь наверху? Нет? Крестьяне, крестьяне, крестьяне и коровы Так, по картам Колода Вот он Гюнтер Один Тьма Их две штуки у меня В принципе, одного можно и запихнуть На самом деле Колоду ночью он будет вытягивать из колода Если Так-то тьма у него будет появляться Временами Вообще То, что нужно Назначаем тебя И убираем Ну, уже убираем В данном случае Кейеру Потому что Дэдмальт Хотя бы шестера у него И там вот И Весемир тоже Кандидат на замену Жаль, с тобой нельзя сыграть в Гвинт Колоду Вроде бы у тебя пополнить можно А поиграть нельзя Мастер Ун Привет тебе И дославится вечное дело Сотворение мира Ты только не обижайся Но прославлять в этом мире Особо нечего Нордлинги Вечно на все жалуйтесь Ходите с кислыми минами Человек поздоровался А вы уже готовы в драку кидаться Ну, в этот раз уже Как будто я жалуюсь А ты, видно, пришел под дел К сожалению, я ничего Не могу для тебя сделать Я лишился всего имущества Вместе с инструментами Иногда люди нанимают меня Выручать их из беды Почему он выбрал второй вариант А не первый Мне ты ничем помочь не сможешь Корабль, на котором я плыл Утонул в открытом море А купить новые инструменты Религия не позволяет Их делали под заказ По моим эскизам Стоили целое состояние А все деньги, что я вез с собой Сейчас в темной бездне Вместе с инструментами Ну, хоть так можно Ты ремесленник или чародей? В вашем языке нет подходящего слова Для моей профессии Я ученый и художник Немного ремесленник, а немного маг Слышал ли ты о геомантии или о рунотворстве? Не слышал, но слово рунотворство говорит само за себя Верно Но я не только создаю магические руны и глифы Но и связываю их в могущественные слова силы У моего искусства также есть магическое назначение Правильно подобранными руническими камнями Можно укрепить меч А сложенное из них слово Даст оружию большую силу То есть я могу составить слово из глифов И укрепить им оружие Похоже, твое ремесло может быть для меня полезным Кроме того, я решил не бросать тебя в беде Я раздобуду для тебя деньги А ты взамен изготовишь для меня руны и глифы Ты уверен? Речь идет и правда о значительных суммах Даже самые простые глифы требуют дорогих инструментов Не говоря уже о более сложных А тем более о глифах мастера Не боись Я чувствую, что для меня это будет хорошим вложением У меня есть для тебя деньги, ау Когда ты рассказывал о своем искусстве Ты говорил, как человек веры, не как ученый У вас вера и наука разделены А там, откуда я родом Святые отцы Это одновременно и ученые Которых ценят за их мудрость В каких богов вы верите в Афире? Это зависит от региона Меня воспитали в вере в единого бога, который и есть мир Бог говорит с нами через символы А мы приближаемся к нему, изучая его язык Символы это руны и глифы? Это лишь знаки, вымышленные людским умом Чтобы проще было описывать мир Однако в них есть магическая сила А всякая магия идет от Бога Когда я творю руны Когда складываю их в слова Я молюсь А когда заклинаю ими меч То даю благословение Интересно, что тебя сюда привело? Просто жажда знаний Мой мастер научил меня всему, что знал сам Я выучил все языки соседних стран Затвердил имя каждого растения И каждого зверя А стоило рисковать, отправляясь в столь далекое путешествие? Дома я мог бы жить в достатке и уважении Так ценны и прекрасны мои творения Но в этой жизни я не мог бы реализоваться Мир велик и разнообразен И он все время создается снова Наш мир — это загадка И он говорит с нами через символы Я хочу выучить язык мира Понять знаки, которые он нам посылает И порядок их написания Так я постигну принцип творения А давайте деньги дам У меня при себе есть деньги Этого хватит? Ну, для начала Дорогостоящее ремесло Мало того Деньги — это еще не все Мне также понадобится Весомых размеров Нефритовый камень Я посмотрю, что удастся сделать Плата за качество Он там какой уровень? Тридцатый по-любому требуется, да? Раз это дополнение Эммм Тридцать второй он Тридцать второй левел Стартовый капитал А ну-ка, че здесь? Кайло, Кайло, Кайло Кайло, Кайло Где это Кайло? Прихорашивается Так, ну в мешках вряд ли бы Обычное такое В мешках и не хранили А, вот оно Плата за качество Там будет Там будет охранять кто-нибудь Такой, что я аж офигею Ну вот они, да Эти вопросительные знаки Дальше все здесь Заточено под Такой левел, что Уф, уф Дорогой Можно вот сюда сбегать Все-таки еще проверить Ну, рискнуть Но если дальше Вот Ближайшие вопросительные знаки Будут слишком Выскоуровневые То Пойдем уже на юг Уже там, где тепло И где безопасно Попытаю удачу там Хе-хе Попытаем Но попозже Однозначно уже И значительно попозже На этой ноте Завершаем Друзья мои Сегодня серию С вами был Верус Всем добра Пока-пока